Наталья Долженко – учитель общества знания, истории и права. На выбор профессии ее вдохновил репетитор по этим предметам. И вот уже пять лет девушка преподает в седьмой школе Курска. Наши дети вообще сейчас, я всегда говорю, они гениальны. Они намного умнее, чем мы, они намного больше могут, чем мы. И для учителя современного сейчас это главное не потерять вот это зернышко, которое есть практически в каждом. Поэтому мы должны разглядеть, посмотреть и вытащить то, что у него есть. Совсем недавно Наталья стала классным руководителем для шестиклассников. Педагогу хочется не только давать знания детям, но и быть для них другом и наставником. Она очень внимательна и многое может рассказать на уроках общества знания и истории, что может быть полезно нам даже в дальнейшем. Метапредметная олимпиада – командное первенство, где учителя проверяют свои знания. В прошлом году педагогам школы номер 7 не удалось победить в региональном этапе. Поэтому в этот раз готовились еще усерднее. Мы решили изучить задания не только прошлого года, но еще и предыдущих лет. И мы готовились к разным языкам, но для нас была огромная неожиданность встретить там немецкий, китайский и японский язык. Но там в основном были задания на логическое соотношение русских слов и японских, например, слов. Также мы просматривали различные творческие работы, творческие и логические вопросы, которые мы могли там встретить. Для победы в метапредметной олимпиаде нужно знать не только иностранные языки. Встречаются вопросы по физике, географии, химии или истории. Каждый в команде отвечал за свой предмет. Педагогам предстояло пройти дистанционные и региональные этапы, а в финале в Москве пройти два испытания. Мы посетили музей космонавтики, на это было выделено три часа. Нужно было придумать урок, составить презентацию и дальше ее защитить. Это происходило в один день, а на второй день был как раз тест. Во время олимпиады Куренкам удалось пообщаться и обменяться опытом с коллегами из разных городов страны. После нашего выступления с нами связались коллеги из Крыма, потому как понравилась им наша идея с роботом-чат-ботом, получается, которого мы использовали в уроке экскурсии, и решили вместе продолжить разработку данного проекта. На достигнутом Куренке останавливаться не планируют. Впереди участие во всероссийском конкурсе «Флагманы образования». Диана Горяйнова, Алексей Еременко. События дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова